МЕЧНИКОВА Химические и физические факультеты Одесского национального университета имени Мечникова. Улица Пастера, 27. Архитектор Николай Толвинский, 1897-1899 год, 2910 метров. В этом здании находятся две аудитории близняшки. Одна для будущих физиков, вторая для химиков. Корпус вуза возвели в конце 19 века по проекту выдающегося польского архитектора Николая Толвинского, якобы на средства, которые удалось сэкономить от строительства медицинского факультета. Сейчас это Одесский национальный медуниверситет. И он сразу попал на открытки, это здание. Можем эти открытки часто найти. Примерно с такого как раз ракурса, как мы стоим, только без решетки, его любили фотографировать очень сильно. Новое здание, интересно построенное. Смотрится хорошо за счет крупных благородных форм. Чрезвычайно интересный такой сплав витых венецианских колонок, больших маскаронов львиных с кольцами в зубах. Есть такой теломон такой интересный с головой Меркурия. Видимо там крылышки над головой. То есть он, наверное, является покровителем в данном случае искусств, ремесла, наук. Продолжение следует... Здание, построенное исключительно для учебного заведения, впечатляет не только своей архитектурой, но и роскошью внутренних помещений. И во время его строительства и сегодня оно является уникальным объектом для Одессы. Подобного дома в городе нет. Это период историзма. Период историзма, как бы многие архитекторы старались строить наподобие какого-то исторического строения или порока, или ренессанса, или неоготика. Толвинский, очень характерный представитель этого периода, даже немножко его продлил, когда уже начинались проекты в таком раннем модерне, он еще строил в исторических стилях. И если вы посмотрите на это здание, то вы увидите не только красоту архитектуры, не только продуманность, потому что каждое слово, которое здесь сказано, оно слышно в любой точке этого зала. Это здание уникальное по многим причинам – историческим, временным и морально-этическим. В Одессе это было первое здание, целенаправленно построенное для физиков и химиков. Потрясающе, просто интереснейшая труба, восьмигранная труба, кирпичная. И она снабжена такими замечательными арочками, но довольно редко для Одессы. Аутентичная решетка с воротами, ограждающая двор университета с улицы Пастера, сохранилась со дня постройки здания. И хотя она давно требует реставрации, есть в ней какой-то особенный шарм. Очень любопытный столбик по форме, совершенно аналогов в Одессе нет, точно. Это произведение одного из одесских чуганолитейных заводов. Это здание сохранилось очень хорошо. То есть оно в нем и внутри, и снаружи, ну, большинство элементов декора сохранены. И это редкость, да, мы такое встречаем, там, не знаю, библиотека на Пастера, дом ученых, вот, и, вот, например, физико-химический факультет. Фасад корпуса украшает множество роскошных барельефов с арками. На втором этаже окна с колоннами выше человеческого роста. Парные окна большие, которые объединены между собой, и круглое окошко маленькое посредине. Это хорошее освещение нужно было для аудиторий, которые находились в Вершилевском лицее. Вход решен для большого количества студентов, посетителей, решен таким образом, что можно было одновременно и войти в помещение, и покинуть его. Балкон, конечно, решен как балкон такого палаца, знаете, большого дворца. Ну и главный парадный фасад, что редкость вообще, да, во двор, а не на улице. То есть в нем был изначально садик, это видно по проекту, по первоначальному проекту. В нем были какие-то насаждения, аллейки, клумбы. Большая физическая аудитория – великолепное произведение Николая Толвинского. Амфитеатр старинного лекционного зала устроен так, что преподавателя без микрофона слышно в последних рядах. Мы видим интереснейшие старые парты, которые сначала циркульные, полукруглые, а потом расходятся наверх. Перепад высоты от нижней точки к верхней для сидящих студентов составляет около 4 метров. Обогревалось это здание впервые электричеством. Внизу были колориферы, которые подавали в воздух в каждую точку этого здания. Я не знаю других зданий, где было бы электрическое отопление. Аудитория решена в стиле такого итальянского возрождения. То есть мы видим арочные окна, круглые окна, видим пилястры, капитерии шикарные, орнаменты из листьев. Образование обязано быть доступным и правильным. Поэтому здесь так много света. Даже многие из рам, которые используются сейчас в институте, они были поставлены вот тогда, в 1898 году. Ну, и вообще, ну, люблю я эту аудиторию. Здесь были лаборатории. Это было очень важно. То есть очень часто можно встретить в прессе информацию, что строили специально для лабораторий. Нужны были большие помещения для размещения вот этих самых приборов, реактивов, химических эпидемий. Можно понять, как относились власти города, архитекторы, то есть к самому процессу обучения в Новороссийском университете. То есть это было трепетное, духовное, благожелательное отношение. То есть учеба воспринималась как праздник. Я в этом здании работаю уже давно, уже скоро 40 лет и не собираюсь отсюда уходить, потому что мне здесь хорошо. Здание, соединяющее сразу три улицы, Пастера, Дворянскую или Советинскую, сохранилось практически в своем первоначальном виде. Редкое явление для Одессы. Курпус вуза и сегодня настоящее украшение исторического центра города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова